Всем привет друзья! Сегодня мы вам расскажем о том, как сделать в домашних условиях простой и экономный яблочный пирог, который называется шарлотка. Для этого нам понадобится 200 грамм муки, 150 грамм сахара, 4 яйца и яблок, в зависимости от размера яблок, от 3 до 5 штук. Также нам нужно будет разрыхлитель, ванилин и корица. Разбиваем в емкость для теста 4 яйца. Взбиваем яйца, миксеры до образования пенки. Вот такая пенка у нас получилась и теперь мы сюда засыпаем 150 грамм сахара и добавляем ванилин. И это все тоже взбираем. Взбиваем яйца с сахаром и ванилин до такой стадии, когда, проводя миксером по поверхности жидкости, образовывается след. Тут самое главное, нужно не переборщить, иначе не получится тесно. Вот, в принципе, наша субстанция готова, и теперь мы должны просеять муку через друшлачок. 200 грамм муки вот таким образом насыпаем и просеиваем. В просеянную муку добавляем еще сюда чайную ложку разрыхлителя и начинаем взбивать миксером наше тесто. Тесто у нас готово, отставляем его в сторонку и начинаем чистить яблоки. Значит, мы их очищаем от кожуры и удаляем сердцевину и режем на небольшие квадратики. Параллельно мы начинаем разогревать духовку, включаем ее на 180 градусов. Так, вот мы очистили и порезали яблоки. Теперь мы яблоки добавляем в наше тесто. И сюда же можно добавить любые орехи на вкус и цвет, какие есть наличие. Вот у нас оказались хлопья миндаля, мы тоже сюда добавляем. И все это перемешиваем. Заранее мы приготовили форму для выпекания. Положили, накрыли это все пергаментной бумагой, застелили. И смазали дно сливочным маслом. Боковины мазать не обязательно. И теперь мы подготовленную смесь зальем в емкость для выпекания. Вот таким образом у нас это все получилось. И теперь мы все это отправляем в духовку. В духовке мы это будем выпекать 45-50 минут. И самое главное, первые 25 минут духовку не открывать, для того, чтобы наше тесто не упало. Чтобы все, пирог получился красивый и аппетитный. Наша помощница ожидает кусочка пирога. Итак, прошло 45 минут, проверяем на готовность. Ну, наш пирог готов, поэтому мы его будем сейчас доставать. Так, пирог мы достали и теперь его посыпаем корицей. А когда наш пирог остынет, посыпем его еще сахарной пудрой. Ну вот, Шерри у нас и дождалась своего кусочка пирога. Пирог получился красивый, вкусный и, как всегда, экономный. Поэтому пользуйтесь рецептами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!